так начали прямой эфир добрый день дорогие партнеры добрый день дорогие гости всех рада приветствовать на своем очередном прямом эфире проходите устраивайтесь поудобнее сегодня будет замечательная встреча просто с потрясающей девушкой пока люди собираются на всех рада приветствовать давайте проверим с вами связь как меня видно и слышно пожалуйста плюсики благодарю индири гембердина плюсики поставьте саляма цедарма добрый день рада всех приветствовать как меня видно как меня слышно все хорошо поставьте пожалуйста плюсики все хорошо да видно и слышно так откуда у нас сегодня гости пишите города с каких городов с каких стран у меня сегодня гостям благодарю интересно откуда же у меня сегодня гости добрый день рада всех приветствовать еще раз каких городов и каких стран у меня сегодня гости тарас приветствую тарас привет привет шумкент шарайла шумкент приветствую алматы здравствуй отрал о иссыкуль я была на иссыкуль я прям я влюблена в иссыкуль и так потихонечку люди собирается всех и рада еще раз приветствовать на своем очередном прямом эфире сегодня я особо волнуюсь так сегодня у меня будет такой эфир с потрясающей просто девушкой с особой гордостью я вот хочу представить там свою гостью это самый высший статус на сегодняшний день открытые компании marine hills group это сапфировый директор нурзада садамбекова она не только сапфировый директор она у нас еще и любимая жена супруга любящая мама замечательная невестка поэтому сегодня у нас будет такой знаете разговор по душам между нами девочками и наша тема сегодняшняя это бизнес по женский так давайте пригласим нурзаду ханам нашего сапфирового директора самый высший статус на сегодняшний день в компании marine hills group нурзаду ханам присоединяйтесь жду вашего запроса нурзаду ханам сегодня у нас будет гости с крыла станом вообще как хорошо что нет границ да между и раньше принципе это были мы братские народы крыла станет казахстан сейчас вообще вот когда идет онлайн границ абсолютно нет нужно даха нам я жду от вас запроса я вижу вы уже подсоединились и жду от вас запроса добрый день добрый день рада всех приветствовать братские народы это никто не спорит где же наши нурзаду ханам нурзаду ханам с супругом талгар марза извиняюсь вот они сейчас на самом высшем статусе сапфировый директор их статус позволяет получать получить уже не только автобонус но еще и квартиру квартиру они получили да вот квартиру и пассивный доход пишите комментарии проверим ваши знания добрый день здравствуйте ассоом аликум как вы как ваши дела я так волнуюсь сегодня сама сам сапфировый директор благодарю вас что вот откликнулись на мою просьбу спасибо еще раз давайте представлю нурзаду ханам сапфировый директор марин хиллгрупп самый высший статус на сегодняшний день открытый вместе с супругом талгар марза как ваши дела отлично отлично рада погода спасибо отлично я сегодня выложила да вот как у нас погода мы как бы выше города живет да в горах у нас ну как бы село да называется вот за эти эти и у нас погода отличная горный воздух прям воздух да и сейчас мы конечно во время карантина мы занимаемся именно вот талгар вообще в огороде работает вот все время мы бросали все это вообще не занимались да и вот это карантин нам как раз да поэтому ассалам алейкум еще раз вот партнеры айнура фаным всех всех вас приветствуем вот священным месяцем рамазан всех поздравляем да ну айнура фаном не предложила вчера позавчера да сказала чтоб я вышла как бы поделилась я говорю я только мотивирую говорю только я айнура фаном не говорит ну вот чисто по-женски вот у вас же характер же такой же вот а у меня мне наоборот да я представила как вы я должна себя вести его тихо вот так я так не могу я выступаю значит у меня все мотивация да будьте да будьте самой собой будьте самой собой давайте сразу же начнем да люди смотрите во первых расскажите свою историю как вы вообще пришли в млм бизнес да я вот насколько я знаю вы по моему психолог по образованию как психолог оказался в сетевом вообще она расскажите свою историю прихода выбора история но это очень долго конечно конечно да действительно вот здесь в основном сидят лидеры да в основном партнеры сидят ну на весле даже есть новички но вообще как бы как мы вообще пришли в млм бизнес да ну как талар тоже выступал как бы мой супруг мы вместе работаем в компании мэрин хиллс уже год да ну я вообще вот в сетевой индустрии более 13 лет меня пригласил муж вообще да он меня попал ну обычно же по другому же да вот наоборот а наоборот он я заканчивала университет с красным дипломом и школу заканчивала с красным дипломом работала в университете да и одно время как бы поняла что действительно как бы я сама вот энергичная да я чувствую вот не могу что-то не хватает как-то да вот вот одинаково вот да вот как жизнь прям вот на одном да вот в вот такая, как серая жизнь проходит, мне вот это как бы не нравилось, да, как бы, ну, если вот историю всё это рассказать, как бы у меня с детства я, как бы, активная была во всех, вот, олимпиадах, там, на всяких конкурсах участвовала, занимала первые места, как бы, всё время, да, и потом, как бы, поступила в университет, тоже очень активно участвовала, активной жизнедеятельностью, прям, да, в университете тоже, и потом закончила, как бы, мы поженились, и в один день, как бы, дома сижу, и Талвард мне говорит, я тебе нашла, нашёл работу, говорит он, и я говорю, ну, ладно, хорошо, и я пошла, как бы, да, и там меня встретил, ну, здоровый, вот такой солидный, там, мужчина, я думала, а, сейчас пойду, там, буду теперь, это, да, как бы, собеседование, он мне сказал, как бы, на собеседование, думала, да, пройду, и как, ну, это оказалось, оказывается, MLM, сетевой бизнес, Тинши, да, ну, никому не секрет, эта компания, вот, и потом с этого у меня началась, а до этого я чуть-чуть работала в университете, да, я сама по психологию закончила университет, ну, именно по профессии я не работала, но я начала в университете работать, просто как преподаватель, да, начала, чуть-чуть поработали, а потом, как бы, традиционный у нас бизнес был, в Алмате долго мы работали, а потом сюда приехали, в Бишкек, да, мы сейчас в Бишкеке живём, в Кыргызстане, и вот Талгар мне вот так отправил, ну, и с этого дня я уже начала вникать именно в MLM-историю, да, в MLM-бизнес полностью начала изучать, как, что это, ну, как бы, мне начало нравиться. Самое главное, человек должен найти, вот, вот, в душе, да, человек, вот, что нравится, да, вот, человеку, вот, обычно мы работаем в госструктурах, да, есть люди, которые, учителя, есть люди, которые дома сидят, да, домохозяйки, допустим, да, и, ну, у них есть талант, но они не могут, как бы, полностью раскрывать свои таланты, да, и вот, оказывается, именно я поняла, в сетевом бизнесе можно раскрыть именно свой талант полностью, стопроцентно можно раскрываться, да, и вот поэтому я начала там обучаться, там, да, ну, чуть-чуть поработала, ну, какие-то вот, ну, результаты, как бы, показала, ну, а потом обратно ушла в университет, а потом ушли, там, опять традиционный бизнес, в Алма-Ате мы работали, как бы, тоже, да, вот, традиционный бизнес, именно тоже по торговле работали, да, вот, я была завскладом, Талгар был менеджером, там, я управляла полностью, именно там, у нас российская косметика была, да, как бы, а потом в телемаркетинге работала, как бы, телемаркетинг, который, вот, назначать же, вот, девушки, да, вот, ну, может быть, кто знает, компания Кирби, слышали компания Кирби? Это, по-моему, пылесосы, да? Да, 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 это которые, золотые пылесосы, которые стоят три тысячи долларов, представляете, я, как бы, я работала, вот, в этом, да, как бы, девушки звонят же, назначают же, вот, я работала, как бы, я думаю, в тот момент, думаю, тоже я оттачивала, да, как бы, опыт, да, опыт именно, вот, поэтому мы продавали дорогие пылесосы, представляете, дорогие пылесосы, которые в то время, да, стоило три тысячи, стоил, вот, стоил три тысячи долларов, представляете, и вот такие мы назначали и, как бы, продавали и, как бы, опыт, это тоже маркетинг, да, постепенно, Ну, а потом, как я пришла? Ну, серьезно, мы начали уже с сетевым бизнесом с 2012 года, мы начали уже серьезно, да, как бы именно в китайской компании, и вот начали, меня зацепило именно путешествие, потому что я любила, у меня мечта была путешествовать, увидеть мир, да, но сейчас, в то время было это как-то вот интересно было, но сейчас, конечно, никого не удивишь, потому что очень много таких компаний, доступно сейчас стало, да, но в то время было не особо развито, да, правильно? Да-да-да, конечно, это была мечта. В то время же не было за 500 долларов ездить, да, отдыхать, особо не развита была именно вот эта индустрия, да. После советского пространства, да, это было как будто. Вот, поэтому, и как мы пришли, этот бизнес, то есть именно начали серьезно заниматься от 2012 года, и потом меня зацепило именно путешествие, я мечтала путешествовать, я когда мне прочитали маркетинг, сказали путешествие, все, я ничего не смотрела, меня прям вот это только слышно было, путешествие. И представляете, за три месяца я выполнила путевку, да, промоушен было там за три месяца, работая за три месяца, выполнила, и сразу же, вот это моя первая поездка была, это сразу в восточный, это, да, юго-восточная Азия, сразу Сингапур, Малайзия, Таиланд. Во время было, да, как бы это же очень дорогостоящее, да, путешествие было. Обожаю путешествия. Да, 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 и вот с этого момента у меня как бы началось именно действительно серьезный взгляд на MLM-бизнес. Ну, в принципе, знаете, в MLM-бизнесе каждый человек может достичь успеха, да, но это только зависит от вас. Не надо ждать от кого-то что-то, да, вот надо самим, надо действовать, самим нужно как-то вот настраивать себя, самим нужно именно вот, да, самим нужно находить внутреннюю вот именно мотивацию. Многие наши, многие партнеры говорят, ой, у меня не хватает мотивации, у меня этого не хватает там, да, нет, это неправильно. Каждый человек должен находить изнутри, как бы я на это не рассчитываюсь, да, как бы на вышестоящих лидеров, спонсоров, что они, кто-то меня мотивировало, да. Ничего, эта мотивация как, эта мотивация хватает на ненадолго. Да, ну, я поняла, вы в тот момент, вы тогда проснулись, именно путешествие вас смотивировало, ну, слушайте, у вас уникальный муж, я, наверное, впервые слышу, что именно муж пригласил. Да, я бы сказал, благодарна мужу, чтобы он именно показал. Интересный вот вопрос следующий, да, как вам удается совмещать семейные обязанности, вы же еще и мама, вы супруга, вы невестка, как вы все это успеваете, тем более вы еще постоянно в поездках, я вот знаю, что до карантина вас было не поймать, ведь то там, то там, в чате, что Нарзанаханам там, Нарзанаханам, вот, как вы все это успеваете? Ну, вот именно, да, многие тоже мне задают вопрос, вот, насчет успеваемости, не знаю, это от человека, наверное, самого зависит, да, вот, от самого, да, вот, я когда училась даже в университете, я везде тоже успевала, всем удивлялись, да, я посещала, вот, на спорт тоже, международные соревнованиях я участвовала, в библиотеке сидела, да, я люблю вид спорта, именно волейбол, да, вот, тоже вот, на, как сборный, сборный университет. Круто! Вот, вот, потом именно по культурной, да, части тоже всегда прям посвящала и училась, там, мои вот подруги тоже удивлялись, рано утром, в 7 утра я вставала и вот, вот, прям в библиотеку, да, и, как бы, полностью посвящала себя, да, и точно так же, как бы, каждый человек может стопроцентно, да, как тайм-менеджмент, да, это тайм-менеджмент, который, да, может стопроцентно реализовать себя, если правильно будет использовать своим временем. Многие, смотрите, думают так, ой, у меня маленькие дети, и на этом всё, всё, на этом у них всё весь день, всё на это, да, готовить надо, там, стирать надо, надо это делать, это, всё нужно по ходу делать, всё нужно по ходу, как бы, почему, как я успеваю, не знаю, у меня, как, ну, я всё мысленно, всё у меня в планах, да, мысленно, постоянно я, вот, думаю, ой, Лена, чего, думаешь же постоянно, вот это надо, вот я вперёд думаю, вперёд планирую, и вперёд у меня, да, вот, как бы, всё пишете, всё прописываете, или у вас всё в голове? Нет, я, естественно, нужно прописывать, да, это отдельная тема, тайм-менеджмент, это отдельная тема, отдельная тема, как успевать, в принципе, да, в день несколько дел можно сделать, если правильно ставить, да, планы ставить, и, как бы, что вам важнее, что вам приоритетнее, да, именно приоритетные дела, да, что вам важно, да, важный, срочный, если поставить на первое место, конечно, всё остальное потом можем успеть. Допустим, смотрите, целый день можно посетить себя уборками, да? Ну, я этими не занимаюсь обязательно, на это я не уделяю, я по ходу делаю. Вот по ходу зашла в ванну и по ходу всё убрала, вышла и всё сразу, да? Пока чистила зубы, помыла раковину, да? Да, и в это время вот зашла, умываешься, вот вечером, да, просто после дара там всё, да, полность. Не надо на это отдельно уделять времени, да? А у многих наших женщин, да, допустим, да, вот у них же так же вот специально нужно уделять на это время, понимаете? И, конечно, успевай и дома, сейчас, знаете, вот у меня какой режим, да? Намаз делаю я, пятикратный намаз обязательно, да? Тоже нельзя пропускать, это тоже тайм-менеджмент. Знаешь, какое время нужно, да? Утром встаёшь и как бы это духовный, человек должен развить именно в духовной, правильно? Какие-то вопросы задают? Можно вопросы в конце, да? Да, давайте. И вот, если человек правильно поставит, да, Тура, Тура, именно, какой стоп максат, или что, на каком... Чё говорят? Оршас, Юлейсин. Чё говорят, ай, нурхан? Ну, она с Кыргызстаном, и нас смотрит в 12 странах мира, так что вы, конечно, извините, но мы говорим сейчас на международном языке. Да, да, да. Казахша, научусь потом, да, с удовольствием буду, я вот тоже учусь. Научим, научим. Вы не отвлекайтесь на комментарии, давайте в конце их разберём. Хорошо, да. Самое главное, наша цель правильно распределять своё время. Распределять время, да? Хорошо. Давайте перейдём к следующему, потому что у нас время так мало. А как вы именно мотивируете свою команду двигаться, такой вот глобальный же вопрос пошёл, как вы выращиваете лидеров? Дайте какие-то практические вот рекомендации. Ну, практически рекомендации, вот каждый человек должен вырастить своего лидера, да, первой линии. Ну, как бы у нас сейчас маркетинг, это как бы фиксировано, да, раньше не фиксировано же было, правильно? Но мы всё равно это делали. Поэтому у меня первой линии, допустим, на сегодняшний день у меня личные 3-4 директора у меня на сегодняшний день закрыли статус. Здесь 4, раз, два, три, да, 4 личные, кого я могу сказать, да, спасибо, 4 директора закрыли, да? Ну, как это получается? Ну, как ты хочешь вот себе, что желаешь, так же нужно желать своим лидерам, да, постоянно быть на связи, постоянно быть в контакте. Вот надо вот, не надо забывать, вот человека в основном наша ошибка, да, пригласили человека, ну, этот человек начинает активно сам по себе работать, да, но мы забываем. Нужно всегда проявлять, всегда нужно проявлять внимание, всегда уделять надо внимание на своих лидеров, да, и ставить планы, сроки надо ставить, и чётко, конкретно, допустим, я поставила, допустим, да, вот одна закрыла директор, уже поставили цель, на какой срок теперь следующий статус. Вот закрыли, и не надо расслабляться, сидеть, да, допустим, и вот поэтому именно чётко поставленный цель, чётко поставленный, составленный план заставляет нас работать, действовать, и в дальнейшем это есть результат. Ну, выращивание там как дубликат, да, дубликат это как обучаться вместе нужно, вот не хватает наше то, что компания нам даёт обучение, этого нам недостаточно, мы сами должны тоже, вот, у профессионалов должна обучиться, правильно? Да, конечно. Потому что на все обучения мы же не сможем сами всем давать, правильно? Поэтому я сейчас, в данное время, обучаюсь, обучаюсь у одного миллионера, кстати, я вам же скидывала ссылку, вы посмотрели, да, и вот туда же мы идём, сейчас команда идём обучаться, потому что до этого я обучалась, я вот это знание всё передала, я не хочу, чтобы сидеть, да, вот на достигнутом, хочу дальше развивать, и точно так же не только я, а команда. Если команда будет знать то, что вы знаете, то вы будете мыслить одинаково, вы будете говорить одинаково, да, ваши слова, мысли, будет всё на одной волне, а когда на одной волне, когда вы вибрируетесь, когда ваша энергетика, да, именно на одной волне, то результат так же будет. Я хочу результат, и такой же результат я желаю своим лидерам, и хочу, чтобы они так же выросли, и хочу так же, чтобы они на одной волне вибрировались, и на одной волне выросли. И вот это и есть результат. Самое главное, вместе нужно обучаться со своими лидерами вместе всегда. Ну, круто, я поздравляю вас, 4 директора, это вообще потрясающий такой результат, насколько я знаю, вы еще не отказываете своей глубине, вы спускаетесь в глубину, то есть вы успеваете еще и поработать полностью с командой, благодарю вас, и не только и с параллельными структурами, вот именно я в прошлом эфире тоже ставила вас пример, что вы не делите моя структура, не моя структура, да, вы открытые, благодарю вас. Да, я еще знаю, что у вас в Кыргызстане очень много действующих врачей, да, вот, допустим, Рахат Ханам тоже очень признательна ей, как вы мотивируете, как вы приглашаете врачей в этот бизнес, они же такие скептики. Ну, смотрите, опять же, когда вот это именно приглашение, да, именно приглашение врачей, во-первых, нужно дать, как бы, тоже Рахат Ханам, как бы, да, мотивировала тоже, я вот первые презентации, как бы, я поставила, да, но самое главное людям, у людей, не обязательно у врачей, да, но врачи придут, это тоже, как бы, нам это важно, да, но самое главное дать людям, да, или также врачам дать ценности, ценности вам именно дать, да, вашим врачам. Врачи же обычно не слышат, не надо, им, допустим, некоторые врачи, они думают так, да, ой, я, как бы, не могу продавать, предлагать, нам нельзя, нам запрещено это делать, да, но это, видите, тот, этот человек понимает на своей волне, вы думаете, вы этому человеку, допустим, врачу предлагаете продукт, значит, врач должен продавать, продвигать продукт. Вы должны продавать идею бизнеса, врачи же тоже должны зарабатывать, да, они сидят на зарплатах, да, у них же нету дополнительного дохода, да, но самый главный, врачей надо приглашать в первую очередь, что продукт японский, да, продукт, как бы, работает, да, органика, но врачи, они не продают, врачи должны продавать себя. Ну, врач выступил, слова врача, рекомендации, это же закон же, правильно, поэтому именно вот эти ценности надо дать, ценности надо давать в первую очередь, и врачам, и всем вообще, кого вы приглашаете в бизнес, самые главные ценности надо давать, и знать боль у этого человека, что болит, да, и на этом фоне вы можете вести разговор, и любой человек придет в вашу команду, и тем более для врачей есть уникальная возможность, да, продукт, продвигая продукт, они дополнительные, на это и ничего не уходит, правильно, также могут через онлайн, им нужно обучать, им надо показать возможности, да, возможности, что врачи тоже могут через онлайн дать информацию, да, через онлайн могут консультировать, и при этом у них клиенты начнут у них покупать продукт, и при этом у них товарооборот, и они начнут дополнительно зарабатывать, правильно? Круто, это все правильно, что вас мотивировало именно выбрать Марин Хиллс, я вот знаю, что вы пришли с очень высокого статуса, другой компанией, да, вот что именно, почему Марин Хиллс? Да, 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 еще с семьей. Конечно, ну, Талар долго думал, конечно, потому что мы до этого шесть лет работали другой компанией, ну, мне тоже сейчас некоторые пишут, да, вы раньше рекламировали другую компанию сейчас, эту компанию, ну, это нормальная вещь, это нормальное явление, Ну, когда я упадила, ну, что меня зацепило? Во-первых, это система, система онлайн, когда я увидела, значит, мы можем регистрировать людей через онлайн, да, вот это меня зацепило, потому что предыдущие компании, это как физического формата, да, а это уже цифровой формат, цифровой формат бизнеса, вот это я поняла, потому что, вот, понимаете, опять же, я с той компанией, не многие, вот, лидеры, ошибки, да, они останавливаются на одном уровне, и этого достаточно, они думают, да, если бы я сидела бы, я там хорошо зарабатывала, да, сидела бы, вот это устраивает, да, но я искала, как бы постоянно обучалась у других, да, я во многих обучениях проходила, да, Брайн Трейси ходила именно по продажам, Джон Кеха обучение, Асель Судекова, может, кто-то знает, да, и у нее почти очень много денег вложила на свое обучение, и когда смотришь, да, твоя система, твой бизнес не соответствует твоим уровням, да, знаний, то, конечно, начинаешь искать что-то лучшее, более улучшенный вариант, почему именно мне нравится сейчас наши компании, они постоянно улучшаются, постоянно обновляются, постоянно идет новый, новый, да, мы идем к новому со временем, вот как соответствует вот современном мире то, что нужно, да, именно в нашем бизнесе. Да, мы не стоим на месте. Да, 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 и вот поэтому вот такие моменты меня не устраивало, да, ну, как бы я, как бы вот думаю, вот прям стопор, да, вот в одном месте уже встали, все, дальше невозможно было двигаться, и вот начала изучать, и вот в один прекрасный день, как бы я изучала, вот, да, другие компании тоже, и вот одна вот, одну компанию я рекламу скинула, ну, как бы, дядра ханом, и она, ну, рза, да, не надо туда подписываться, не надо, и они прям в этот же день приехали, а я им тоже просто предлагала же, как бы, типа, давайте, да, и вот они в этот же день сразу приехали, показали, ну, до этого тоже мне они скидывали, да, вот это новые зеленые технологии, видео посмотрела, как вот это Арман Айдосович, и мне это не зацепило, честно говоря. Меня зацепило, когда в конце презентации увидела, можно делать бизнес по всему миру, вот это меня зацепило. Значит, в том бизнесе физического формата я не могла выйти, да, вот так онлайн, онлайн-регистрацию делать, как бы, да, а я вот это, когда увидела, меня прям, вот, знаете, вот, отпускать же, вот, воздержать, и вот так. Нет, границы, да, расширились границы, да. Да, расширились границы, вот, за этого, конечно, а потом сравнивали маркетинг, а потом мы думали, вот мы шесть лет отработали той компании, да, получили, куда я вас шугурю, я плохо, они-то не говорю за счет той компании, как бы, да, опять же, люди в той компании также добивались успеха, да, люди пришли и также добивались, были люди, которые не добивались успеха, да, поэтому это, опять же, от нас многого зависит, от нас вообще 80% психология, 20% это техника, да, поэтому от нас самих зависит. Ну, увидела, мотивация для меня была по онлайну работать, и вот, как бы, то, что шесть лет там работала, здесь за один год, представляете, сделала. Ну, это же, это же огромный опыт, вы там собрали, здесь все выдали, классно. А теперь я бы хотела попросить вас поделиться, какое ощущение, когда вы получили автобонус, когда вы получили квартирный бонус. Да-да-да, смотрите, в жизни, да, как бы, для меня материальный, как бы, тоже важно, материальный, да, ну, конечно, вот, мы же живем в этом мире, но, в основном, я делаю вот на духовный мир акцент, ну, как бы, знаете, что мы сами... Да-да, не зацикливайтесь на материальном. Да-да-да-да, а когда вы больше делаете на духовный, то материальные, они сами идут за вами, есть вот такие хадисы тоже есть, да, поэтому я много делаю акцент именно на духовность. И вот оно, материально, оно второстепенно, они сами по себе идут, да, конечно, для этого нужно действовать, для этого нужно, не надо вот так сидеть, просить, да, ой, Аллах, верь, молодым, не будет, правильно, поэтому вы работаете. Ну, мы работаем с начала месяца, сначала, вот, ну, с января месяца 2019 года, как стартап, да, официальное открытие было у нас, ну, почти в феврале мы начали активно, вот. Хорошо. Насчет ощущения, смотрите, насчет ощущений, да, ну, это классно, классно, когда иметь вот автомобиль, это же мечта, правильно, любой, вот, каждый человек, не каждый может, допустим, да, позволить тебе на... Как бы, да, на заработанные деньги купить, да, просто многие, долгие годы копить, или для этого у вас должно быть большой бизнес, да, как бы на поток поставленный, да, ну, обычно вот сетевой бизнес приходит, да, люди, которые зарабатывают от 300 долларов до 1000, да, я недавно выставила тоже в Инстаграме, да, пост выложила, да, и вот поэтому вот это меня зацепило, что именно в этом бизнесе с маленькими, да, вложениями можно выйти на большой доход, и причем на большие подарки, конечно, у меня было прям внутри прям радость, как бы достижение, это как бы якорение, да, нужно вот именно делать вот якорение, вот, я достигла, вот, прям на этом радоваться, это радость, радость, допустим, радует меня, допустим, моей семьи, допустим, да, как бы радуются мои родственники, моим достижениям, да, это же хорошо, когда достигаешься, когда именно получаешь, да, вот именно успехи, да, вот именно успехи. Всего мы всем желаем сегодня смотрящим партнеру. Поэтому всем, да, всем нашим партнерам, все вы можете, в принципе, да, все ваши, все наши лидеры, все наши партнеры могут этого делать, это как бы не тяжело прям, да, годами сидеть там, да, работать там, и нет, это легко, это все у нас в голове, это, конечно, круто. Насчет квартиры, вот сейчас мы ищем вот в Бишкеке, вот, иншаллах, после карантина, как только карантин закончится, и мы будем, иншаллах... Мы приедем к вам в год. Да-да-да, сделаем обязательно, да-да, на Василия обязательно, мы пригласим. Мы приедем к вам в год. Вот, Айнурханам, смотрите, предыдущей компании, да, до автомобиля, до недвижимости у нас тоже чуть-чуть оставалось, да, ну, там тяжело было это делать, нам чуть-чуть оставалось, как бы, да, мы вот это все от всего отказались, да, и с первых дней начали сразу делать этот бизнес. Зато, видите, Аллах, да, дал нам короткий срок, мы жертву сделали, да, это своего рода тоже жертва, жертву, и начали, да, здесь. Вот самое главное в нашем бизнесе намерение, да, правильно, если поставите правильное намерение, это результат, результат именно ваш приводит к вашему результату, да, от самой главы намерения. А теперь, знаете, такой интересный вопрос, что вы сами употребляете из нашей продукции, расскажите свой какой-нибудь яркий отзыв, свой отзыв, и какой-нибудь ярчайший отзыв в Кыргызстане именно, который вам запомнился. А именно по продукции у нас вообще классные результаты, но я изначально делала акцент не на продукцию, да, на бизнес, потому что предыдущие компании у меня тоже продуктовая компания была, да, как бы я сама люблю пить, потому что продукты, здоровый образ жизни, это важно. Если у вас не будет здоровья, то это, как бы, тоже влияет на ваш бизнес, да, поэтому вот эти все четыре сферы жизни, да, здоровье, духовность, там, именно личность. Колесо баланса. Да-да-да, колесо баланса, вот это именно важно, важно, почему? Потому что если у вас здоровье не позволяет, если у вас нездоровый вид, да, как вы можете строить бизнес, правильно? Поэтому нам же всегда говорят, станьте продуктом своей продукции, правильно? И вот с первых дней у нас всегда на полке стоят вот Витамарин, Застерок, вот мне только позвонили, поэтому изначально мне помогло именно про Витамарин расскажу, именно зрение, зрение улучшилось у меня, от зрения получила шикарный результат. А так, в нашей команде по продукции у нас действительно шикарные результаты, шикарные результаты, и вы можете это, если есть новички, вы можете в Ютубе посмотреть, да, как бы я сама даже удивляюсь, когда люди говорят свои результаты, да. Вот даже вот мы заметили у Талгара, мужа, да, постоянно вот весной аллергия, да, сезонный, он же сейчас работает в огороде, да, вот мы делаем порядок в свой огороде, и у него нет вот этого, я вчера поздно, Талгар, что-то ты не чихаешь, говорю. Кстати, у меня вот сейчас пришёл инсайт, что у меня обычно в апреле бывают аллергии, где мои аллергии? Вот только что, как вы сказали, представляете, продолжайте. Да-да-да, видите, поэтому продукт по ходу помогает, не надо ждать, вот, да, вот у некоторых так, продукт покупать, если продукт поможет, некоторые говорят, будем работать. Не надо на это делать акцент, это всё по ходу, вам надо делать акцент именно на бизнес. Ассалм алейкум, тут мои партнёры тоже зашли. Надо делать на бизнес акцент. Вот мы делали на бизнес, да, акцент, а продукт по ходу, да, если бы так я делала, да, хорошо, я пью продукт, продукт, если мне подействует, я начну работать. А если не будет действовать, что тогда? Я бы тогда отказалась бы, да, не было бы, упустила бы вот эти все возможности. Поэтому нам самое главное важно, вот, если есть новички, если есть лидеры, которые именно ваши партнёры, которые именно делают на этот акцент, да, не надо, вы настраивайте ваших людей, не надо делать на продукт, да, на результат ждать. У кого-то быстро, у кого-то через три дня, у кого-то за неделю, у кого-то через два, у кого-то через три месяца результаты. Потому что наш организм, это индивидуальный, индивидуальный, да, как бы наш организм, и каждому действует по-разному. Поэтому не надо ждать на этот момент, да, когда чудо произойдёт, да, нужно делать акцент на здоровый образ жизни, да. Сейчас очень много марапонов, да, как вообще правильное питание, вот вы можете тоже посмотреть, поучаствовать, да. Самый главный наш продукт, это поддерживает, поддерживает наш организм, да, предотвращает вот этих всех заболеваний, которые грозит нас. Всех же может грозить инсультинка, всех может грозить, допустим, да, онкологические заболевания, там, инфекционные разные, да, не дай бог, да. Поэтому мы просто, наш продукт, просто мы предотвращаем. Просто мы постоянно пьём, постоянно у нас продукт витамарин, застерокаротин, спирулейн, хлорелла, вот эти все-все препараты мы через себя пропускаем, да. И, конечно, это тоже работает. То есть вы стопроцентный потребитель, да. Ну вот вы ещё, давайте пожелать теперь, вот вы столько ездите, вы столько путешествуете, работаете. Как вам удаётся оставаться такой же молодой, красивой формой? Ну вот я, во-первых, да, тоже вот утренней физкультурой занимаюсь обязательно, это важно, да, как бы это тоже здоровый образ жизни, да, духовность тоже влияет. И постоянно пить продукты и правильное питание. Ну я соблюдаю тоже правильное питание, ну я могу тоже ввести эфир какой-нибудь, да, день, именно как правильно питаться, да. Ну обычно правильное питание как? Пить воду постоянно, да, потому что в день полтора-два литра обязательно нужно, водный баланс нужно соблюдать, да. Что ещё? Нашу продукцию нужно пить и как раз сейчас во время УРОЗО, да, организм очень хорошо очищается, да. Вот это голодание, да, голодание, это очень тоже хорошо влияет, потому что наши клетки, да, как больные клетки умирают и рождаются новые клетки. Поэтому мы должны как бы, да, опять же здоровье тоже наша психология. Поэтому я всегда обращаю внимание на здоровье, здоровый образ жизни, и вот. А вот смотрите, я у вас была на мероприятии в ноябре, я до сих пор с таким восторгом о нём отзываюсь, сколько фотографий. Это было шоу как прям не хуже, чем в Голливуде. Вот благодарю вас, вы ещё и там успеваете быть организатором, да. Как вообще в Кыргызстане относятся к МЛМ-бизнесу именно, я бы хотела такой вопрос задать. Айнур Ханым, ну смотрите, не только в Кыргызстане, сейчас МЛМ-бизнес будет прям, знаете, вот, будет расти вверх, вверх будет расти МЛМ-бизнес, потому что все люди понимают, да, все приходят, многие бизнесы, как раз я сегодня тоже делала пост, да, многие бизнесы остановились, да. Если даже посмотреть, да, ещё вот, допустим, в марте, да, сколько людей потеряли своих бизнесов, да, сколько людей сейчас сидят без работы, да. Поэтому это, я считаю, не только в Кыргызстане, да, конечно, у нас во всех странах одинаково, Айнур Ханым. Вот мы считаем, да, многие говорят, наши тоже говорят, ой, у нас денег нету, наши, наоборот, так говорят, ой, в Казахстане много денег, поэтому там шутки идут, да. Некоторые так говорят, да, у нас нет денег, поэтому это же у всех же в голове же, о чём вы будете думать, поэтому этот бизнес, да, можете даже вот куда-нибудь, остров можете поехать и там можете построить. И тем более онлайн же, наш бизнес же этого позволяет же, правильно, поэтому в Кыргызстане многие хорошо, есть везде одинаково, и в Казахстане, и в Кыргызстане, и в Узбекистане, и в Таджикистане, по всему миру, да, MLM бизнес, кто понимает, продвигает. А у кого, допустим, да, психология отрицательна, да, отрицает, да, их мышление психологии, конечно, это же от нас отрицательность. И нам нужно, нам нужно найти человека, да, который именно, как вы хотите, нам надо найти аудиторию, да, как вот в Инстаграме тоже говорят, да, целевая аудитория. Как мы их найдем? Это те люди, которые так же, как мы мыслим, те люди, которые так же, как мы думаем, да, именно нам надо найти единомышленников, и выбирать нужно. Сейчас время, да, не надо всех подряд подписывать в свою команду, нужно выбирать, вот подходит ли этот человек или нет, понимаете, именно вот такое время, да. То есть переписи населения не занимаемся? Нет, 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 не надо прям цепляться на людей, да, не надо, нужно делать как холодный расчет, да, вот. Круто, круто, да, вообще это, вот это вот классно, запомните, не занимайтесь переписи населения, да. А знаете, вот такой вопрос был у моих девчат, часто или муж против, или жена против, и поэтому бывают какие-то вот в семье, ну, проблемы, затыки, да, что бы вы порекомендовали именно, как вот начать с семьей, как его уговорить, как ее уговорить? Ну, смотрите, уговорить, это значит, проблема у них внутри, в отношении, да, сперва нужно построить отношения между мужем или женой, нужно в первую очередь отношения, это не от этого зависит, да, муж запрещает, или там жена, в основном мужья, да, не разрешают, чтобы люди занимались, да, жены занимались именно бизнесом, это не от того, что, не от того, что у них, если они начнут заниматься, муж против, нет, это от этого не зависит, это в первую очередь у них, они должны в первую очередь наладить отношения, до этого были, значит, у них, как бы, не выстроены, да, отношения у них, надо строить отношения с мужем также, да, наладить, да, может, где-то у них какие-то вот разногласия, да, надо прийти вот к одному мнению, всегда нужно соглашаться, да, ну, в основном, да, потихоньку нет отношения супруг-септик, ну, конечно, супруг-септик, ой, ой, извиняюсь, скептик, да, ну, это в первую очередь, если мужья-скептики, нужно найти точку, надо найти точку, надо вот, если вы не можете мужа уговорить, как вы можете клиентов тогда уговорить, да, как там клиенты пойдут, понимаете? Вот это первый вопрос, первый барьер, вы сперва своих мужей, да, или жен уговорите, чтобы они пошли, да, они соглашались, вот тогда у вас выработается, выработается именно опыт или там психология, да, именно людей, как бы, закрывать, да, людей, чтобы убедить, именно вам надо первую очередь с этими заниматься, займитесь, а как надо, найдите, любой, любой человек может, да, вы знаете, хорошую сторону, да, или плохую, да, вот больше надо делать, да, соглашаться, мужья говорят, то и этого нет, хорошо, ладно, ну, у нас же в основном, да, азиаты, да, без крыла, да, в основном мужа надо слушаться, конечно, ну, да, советоваться нужно, как совет, да, вот все же дома, да, мужьями, как они сидят, как обсуждают, планы делают, да, и нужно тоже найти точку, как найти точку, и больное место тоже можно находить, и на это нужно нажимать. Понимаете, что есть? Нет, очень комментарий классный написала Индира Ханну, попозже почитайте. Как, как, как? Знаете, такой вопрос, а что вы мечтаете для своего сына? Вот, кем бы вы его видели в будущем? Вы бы хотели, чтобы он стал сетевиком? Ну, вот, да, я, знаете, я тоже сейчас думаю, да, вот, как бы он, в принципе, с нами, я думаю, он станет, да, как бы будет за нами, но он всегда говорит, он хочет стать бизнесменом. Я недавно, он в втором или третьем классе, он написал, оказывается, в школе, да, на кыргызском. Ну, наши дети же в основном сейчас стали русскоязычные же, да, как бы он сам по себе, он не говорит на кыргызском, да, но мы заставляем, чтобы он на кыргызском говорил. А у нас наоборот, у нас наоборот. Наоборот, да, вот, и он, он написал, короче, когда я стану взрослым, он говорит, я открою рестораны, у меня будет мечеть, там, имамом будет, там, наш племянник есть, нашу, это, сестры, сын, да, его берет, он станет имамом, я его назначу. Уже распределил? Да, 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 и он пишет, мой ресторан будет чисто для успешных, да, чисто вот эти вот элита, элита только будут приходить, представляете, у него такие мысли. Но это, опять же, в семье, мы же, как бы, бизнесмены, мы же сидим, обсуждаем, он же видит наш образ жизни, правильно? И вот поэтому он, видимо, тоже так же распределил. Обязательно, обязательно сохраните вот эту его запись, потом через 10-15 лет вы ему покажете, потому что я свою хочу историю рассказать. У меня сейчас сын, он студент-пилот на третий курс уже заканчиваем, Аллах, щукар, и в прошлом году он уже первый свой практик проходил, уже летал, и буквально случайно мы нашли в старом доме его портфолио, его анкету школьную, где в 8 лет он написал, что хочет стать летчиком, я даже об этом не знала. Вот, 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 видите. Поэтому обязательно сохраните ему, будет это очень интересно, это профессиональная цель, это профессиональная мечта. Да, 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 и вот я думаю, тоже наш сын тоже будет, наверное, за нами будет, ну, как бы, мы же еще не знаем, ну, Аллах покажет, да, ну, по крайней мере, мы строим, да, делаем, да, это тоже инвестиция, да, для наших, вот, да, именно детей, вот то, что мы работаем, да, поэтому, как бы, он знает, когда мы начинаем вечерний эфир, да, вот у нас же вот здесь этот... Да, да, кабинет у вас, да. Да, 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 он сам знает, что поставить там, он знает во сколько там, все он сам настраивает, да, как бы, все, там, проектор, там, ноутбук открывает, какой видеоролик поставить, ну, полуслов понимает, да, как бы, как бы мы учим тоже так же, сына, как бы, так же. Правильно говорят, они воспитывают детей, воспитывают себя, все равно он будет делать то, что вы делаете, да. Да, 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 супер, Айнур Ханум, я тоже рада за вас, что действительно ваш сын, да, тоже вот пик. Благодарю. Давайте мы теперь вот перейдем, да, к вопросам, потому что я знаю, что и софирому директору любой бы захотел задать вопросы, вот. Дорогие партнеры, вы можете пока задавать вопросы. Да, да, да. Ну вот поэтому, ну, в жизни, как Фархад Палайбекович говорит, как играючи надо делать, да? Да, да. Как акцентироваться. Я запомнила, как говорила моя Жадрахан, ойняпклуб за сайт бизнеса, то есть играючи нужно работать. Ну, ойняпклуб, действительно, да, вот мы сейчас сидим тоже, да, играючи делаем, да, смеемся, допустим, да, вот рассказываем, но это тоже кому-то влияет, правильно? Это история успеха, действительно, на самом деле, да? Да, вообще бизнес МЛМ – это бизнес истории. Да. Ну, да, у каждого есть своя уникальная история. Я хотела еще поделиться с одним, да, вот, когда я работала в предыдущей компании, я отца, своего отца, как бы, повела тоже вот путешествие вместе со мной, именно на Китае мы отдыхали там в военный, для военных был санаторий. Госпетит, военный госпетит. Для, да, именно вот в Китае самый лучший, да, Сюйчан. Я была тогда. Да, вы были, да, в городе Сюйчан, и вот я папу туда отвезла. Это моя тоже одна, как бы, из целей, да, которой детей нужно, да, вот именно… У меня аж мне прям урожай прошло, какая ты молодец. Да, 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 поэтому вот это у меня самая главная цель была, потому что, ну, это, да, у всех же это, ну, жизнь короткая, да, у меня мама 53 года умерла от операции по здоровью у нее, да. Да, 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 и вот, может быть, в тот момент, может быть, мне пришло, да, такое, нужно заниматься именно здоровьем, может, а вот это тоже мне повлияло, что я делала акцент на здоровье, потому что по здоровью было, да, у меня… Ценность, да, ценность пошла. Да, 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 уж очень, действительно, я делала акцент, ну, раз уж я не смогла маме, да, сделать там приятное, у нас же у всех же цель, да, сделать приятное что-то, да, и вот это сильное желание, сильная вот цель, которая меня подтолкнула, да, чтобы именно достичь успеха, да, достичь успеха, показать, да, папе вот именно приятное сделать, да, то, чтобы восполнить то, что вот это внутреннее мою как бы нехватку, да, и вот этого я сделала, когда, и это мне тоже прям, знаете, вот прям смотивировало, понимаете, смотивировало, это тоже прям очень хороший, прям приятный момент, да. Спрашивают, кто ваш спонсор? Мой спонсор Жадраханум, я с ней дружу уже сколько лет, да, мы вместе, вот в предыдущей компании мы вместе работали, как бы, опять же, люди идут на людей, опять же, поэтому станьте новой версией себя, делайте себя брендом, вы себя качаете, себя должны показать, люди идут на вас, поэтому именно у нас, я не на компанию, настолько, да, на людей, на людей, вот потому что мы подружили, да, поэтому сейчас, тем более, сейчас, Айнур Ханам, раньше было, когда люди шли на компанию, а сейчас люди идут на людей, поэтому нужно заниматься именно самообразованием, саморазвитием, именно делать акцент на обучение, не надо ставить акцент на удачу, да, ой, у меня вдруг приглашу, допустим, одного сильного сетевика, и у меня и положено, не надо, на это вообще не делайте акцент, не ищите, да, лучше, вот, если вы на это будете ставить акцент, у вас по-другому будет, поэтому именно ставьте, делайте акцент именно на себя, когда вы станете, да, интересными, когда вы станете интересно, другим, полезным, вы можете что-то дать людям, да, люди за вами будут идти, а это нужно создавать, не надо прям думать, да, ой, у меня чтоб команда была, да, по-старому нельзя думать, Айнур Ханам, вот, сетевой маркетинг, да, вот, раньше, вот, несколько лет назад по-другому было, а сейчас сетевой бизнес совсем по-другому, люди идут на людей, все, на этом точка, да, поэтому развивайтесь, больше именно вкладывайте на свое развитие, на обучение, да. Что бы вы вот сказали именно мамочкам в декрете, у меня очень много в команде мамочек в декрете, которые я обожаю, они прямо, они рулят, вот, именно с женщинами, с женщинами, какое-нибудь свое послание, пожалуйста, можно? Ну, что я могу сказать, опять же, да, вот, женщинам, которые вот, мама в декрете, ну, на сегодняшний день, я же говорю, это не помеха, да, создать бизнес, тем более мы сейчас все перешли через онлайн, вот, Айнур Ханам, отрау, да, вот, раз, правильно? Вы отрау, я сижу в бишкейке у себя дома, но мы что делаем? Мы делаем бизнес, мы рассказываем, да, наш бизнес, это, в этом-то и заключается. Наш бизнес, вот, кто дома сидят, опять же, в первую очередь, вы ставьте хорошую цель, жгучие, да, жгучие желания, у вас именно цель должно быть сжечь вас, вас, да, вы должны именно спать с этой и просыпаетесь, ваша цель у вас должна быть прям ввести именно на это, да, вот, вы должны видеть окончательный результат, окончательные цели, чтобы вы пришли и получаете от этого удовольствие, понимаете, в итоге. И вот поэтому, что у вас, вот, у меня цель была, да, именно отвезти папу именно на хороший курортный, да, именно в Китае, да, вот эта цель была, я днём и ночью работала над этими, да, у меня это получилось, я от этого получила удовольствие, да. Когда вы достигаете своих целей, если вы получаете удовольствие, если вы от этого счастливы, вот это есть настоящая цель. Вот цели тоже разные бывают, ложные цели, истинные цели, да, поэтому я всем желаю, которые мамочкам, да, в декрете, которые у вас были именно истинные цели, истинные цели, которые вас не дают именно вам спать, не дают вам, да, не дают вам просто так, просто так день, да, день пустую, чтобы вы провели. Ставьте правильные цели. Дети, это походу, да, вот раньше же тоже наши родители, да, нас, допустим, семья семеря, да, семь. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Я младшая, вот, да. Вы младшая, вы самая? Нет, из девочек, у меня старшая сестра, потом я, ну, самая младшая, у меня четыре братишки после меня. Но опять же, да, но опять же, наши родители же так же работали же, они же не зацикливались же на этом, правильно? Поэтому точно так же мы должны распределять своим временем. Если мы хотим успеха, если мы хотим быть успешными, то мы обязательно должны планировать свой день. Рано вставайте, в первую очередь. Многие, допустим, они долго спят. Это тоже один из принципов неудачи. Поэтому рано вставайте, планируйте заранее. Кто живет, допустим, с векровками? Я жила тоже 10 лет с векровкой. В то время я тоже делала бизнес, отдыхала, путешествовала. Опять угодила. Это же тоже. Понимаете? Поэтому здесь сидят мамочки, которые дома сидят. И целый день все пропадает на этом домашней бытовухой. Да, бытовуха это в основном наше время отнимает. Правильно именно бытовуха? Я как вначале говорила, все по ходу делайте. Планируйте день, свой день. И пользуйтесь, допустим, попросите сестренку, чтобы она помогла, пришла какие-то ваши, выполнила за вас, смотрела за ребенком. А вы в это время заходите в инстаграм, обучайтесь, снимайте тоже видео. И на бизнес, уважаемые мамочки, в декрете, обязательно уделяйте на этот бизнес для начала 2 часа времени. Все. Вот этого вам достаточно вначале. А когда вы начнете больше зарабатывать, ваш доход уже начинает выше, выше, ваша семья уже видит. Конечно, они на вас не будут, да? Мужья вас не будут запрещать. И обязательно приглашайте свекровок. Да, да, да. Кстати, как у вас отношения с свекровью? Ну, свекровка тоже у меня, да, она тоже вот ушла из этой жизни. Да, 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 в 14-м году. Конечно, хорошее было отношение, самое главное отношение с мужем, отношение с свекровкой, да, с свекровидом. Вот это есть отношение со своими партнерами также. Как вы относитесь к своему мужу, к жене, да, так же нужно отнестись, так же нужно искренне, да, отнестись к своим партнерам. Вот это. Да, это вторая семья у нас. Да, бизнес – это самая искренность. Ваша искренность приводит к успеху. Это тоже вот один из причин, да, именно, что вас приводит к успеху. Да, вот Индира Ханн пишет, вам одного эфира мало, нужно еще один-несколько эфиров. Ну, я думаю, что мы еще с вами встретимся. Я всей души благодарю вас за вот такой сегодня прям душевный у нас с вами разговор. Да, да, да. Интервью даже, а беседа такая, как будто я с вами чай, чай попила. Надеюсь, в вашей новой квартире мы это сделаем. Да, да, да. И надеюсь, что у нас еще будет много совместных эфиров, потому что у вас очень много опыта, которыми вы можете поделиться. Да, да, да. Вопросов я что-то не вижу, одни восхищения, цветочки тут. Спасибо. Вопросы можете задавать вот у кого. Да, у нас еще есть две минуточки. Какие вопросы? Ну, я очень рада, Айнарханум, что вы пригласили меня в Атрау, да? Да, кстати, у меня сейчас в Атрау сколько стран и городов, да? Всем добро пожаловать. Надеюсь, наш сегодняшний чай понравился. Да, 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 да. Мне тоже очень понравилось. Классно, да? Вот приходишь, как будто интервью даешь, как будто в студию куда-нибудь, да, вот, там в телестудии там сидим как будто, да? Ну, в принципе, видите, вот это именно наша история успеха, это тоже вот один из инструментов нашего бизнеса, да? Поэтому я так же, как и вы, сидела дома с ребенком, так же, как и вы, жила с векровкой, да? Так же, как и вы, вот если здесь сидят новички, мама в декрете, да, с детьми, и моя жизнь была так же, такая же, как у вас, в которой вы сейчас живете, да? Но чем отличается вас, да, с вас, да, с меня, допустим, да, что нас различает? Различие в том, что я ставила цели у меня жгучие, вот эти разницы. Вот это я, это нас. А так мы все одинаковы, каждый человек может. Время, да, самое главное, прям мышление, что у нас было. Спасибо, всем желаю. Ждайте, ставьте цели. Благодарю вас, Мурзарханам. Вам тоже благодарю. Особую благодарность Талгар Мурза за вас, за такую классную супругу, и что он пригласил вас когда-то сюда, в МЛМ бизнес. Передавайте большой привет супругу, сыну и всему Кыргызстану. До свидания. Всем привет. До новых встреч. Ага, спасибо, до свидания. Целую вас, Мурзархан. Мурзархан. Продолжение следует...